Моя Родина Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь Как невеста, так и ягодыка Моя Родина Сибири Так, друзья, добрый вечер Вот сейчас мы с вами начнем Пришла пора Значит, прежде всего я скажу, что Видимо, начинается период зимний Пол стороны закрытых снега Половины еще нет И люди начинают иногда Посматривать в сторону Компьютеров, телефонов И искать, а что бы новенького Вот Что может предложить железов Еще кто-то Вот Многое из того, что железов предложат Вы никогда не видели, не слышали И большинство из нас Миллионы даже не знают, что существует такой сад Поехали Значит, будет две большие темы Первая Которая я начну Это большая тема Наверное, буду говорить Минус 40-60 Это посадка саженцев Почему Худо-бедно посылки пошли Которая постик отказалась вдруг принимать Нарушив договор Вот, заменив правила игры Потребовал почти полмиллиона рублей Просто так Знаете, видимо, обнищали Вот И тогда Случилось следующее Значит Все-таки посылки пошли Значит, кто-то должен знать Как правильно посадить саду Это будет первая большая тема Вторая тема Это наша с вами переписка Вопросы, ответы Причем очень даже необычные И, наконец, разная Пункт 3, разная Теперь идем Вначале я вам вначале покажу Почему все это надо Я вот эту фотографию Ну, так, у меня их тысячи Я, когда не мое, значит, не мое Эту фотографию я сделал на рынке И показываю вам почему Вы скажете Ой, какой у вас рынок Какие у вас замечательные садоводы Вот А я отвечаю Были Фотографии 10 лет 10 лет назад я сфотографировал на рынке Это было очень интересно Уже тогда это была редкость Уже тогда Еще встречались Но уже не так, как сейчас А сейчас Вымирающее садоводство Достигло своего Максимума вымирания И таких уже несколько лет Как я не встречаю Вот таких отборных Прекрасных Но В моем саду еще кое-что Водится Поэтому есть смысл Продолжать эту тему Сейчас Дальше пойдет Как Такая замачивая все Но Большинство практиков Начнем с практики А вернемся сюда И будем Удивительные вещи Обсуждать Удивительные Первый час А то знаете как Вот мне что понравилось Один Товарищ Он представился Биологом Закончил Сельхоз Вуз И Вы не поверите Ну Сейчас это много Полчаса мало Где-то Около часу Мы с ним разговаривали Он меня пытал Как Это самое Садить деревья Как ухаживать до сада Он биолог Он так и представился Пянуть Богом Я вам всегда правду говорю Он сказал Я биолог А дальше начал задавать Элементарные вопросы Значит Получается Ему это не научили В свое время Вот так вот И Я пришел к выводу Перестраиваюсь Перестраиваться Начал неделю назад У меня резко прибавилось Просмотров Вот Спасибо брату Который Занимается Выставляет мои Эти самые Ролики В ютубе И прочих Рутубах Идем Смотрим На На сюда А Значит Вот эта Папка Она далеко не полная Мне все время Не хватает премия Этузиазма Платили бы мне за это Я по-моему Такие бы лекции Читал У меня большинство Не разобрано Но то что разобрано Перед вами С этой же папки Я вам рассказывал Как надо заниматься Посадкой Костасик-семич Хоть что-то Запомни Не все Рассказал Только часть Так Будем Продолжать Но Так как Все-таки Надо Чтобы те Кто посылки А кто Посылки Смотрят Те кто Заказы делают Те смотрят Значит 90 человек Заказали Посылка В Сайренсе Говорю Для них Так Поехали Значит Системы нет Это делается Специально Иначе Преводится В скучную Лекцию И половина Застет И половина Отключится Все время Буду Перепрыгивать Значит Эту фотографию Мне прислали Какое место Красивая Речка Красота Даже от речки Не отгородился Здорово Можно Я специально Это сделал А скорее всего Вон они Леса Скорее всего Он только Построился И Сразу Посадил Деревья Сразу Посадил Я не помню Чьи Саженцы Не имеет значения Мое Это вот Эта посадка На холмы Значит Потом Будет Много Много Нюансов Это Очень важно Значит Фотографию Не выбрал Первая Стоит В списке Вот Первая И показывает Вторая Фотография Я ее назвал Если кто Помнит Лет 10 Назад Я ее Показывал А так Как я 20 лет Лекции Читаю И Статьи Пишу И фильмы Снимаю Может кто-то Запомнил Эти слова Борьба Нового Со старым Старое Это Вот эти Самые Галыши Вот Которыми Умирающий Сад Умирающий Сад Вы разве Не видите Посмотрите Внимательно Что в этих Кругах Правильно Умирающий Сад А посадка Человек В отчаянии Обратился Ко мне И Уже Вот он Этот Самый Вот Еще один Пример Хороший Вот Это Посадка По железу Нет Вру Это Придумал Не я Но Мне Самое Обидное Знаете Как Вот Скажет Гаше Выдающий Сад Сад Девятнадцатый Век Его Это Боготворил Мичурин А потом Проклял Мичурин Так Бывает Вот Мы с собой Понятно Они же Гении Где вы видели Что в два Гения Это мы Там Чернобаев Там Сладенков Пока был Жив С этим Сам Обнимались Мои Учителя Не учителя Соратники У меня Учителей Нет Так Вышло Вот Это мы Это Потому что Мы простые люди А гении Они не могут Вот И вот Гаше Взял И нарисовал Схему Вот Такой же Холм Казалось бы Девятнадцатый Век Ура Зато У него Саженец Имеет Метр Штаб Голый А потом Немножко Кроны Голый Штаб Метр Я всегда Думаю Зачем Этот метр Надо им Преодолевать Это же С таким Трудом Подниматься Вверх 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 А саженец Слабый Он только Посаженный Вот И получается Хвалить Гаше Но Это самое С голыми Штаббами Учат садить Зато На холм Вот и получается Не по железу А по гаше Идем дальше Значит Вот это Фотография Еще раз Тут Системы Нет Я На нее Обратил Внимание Знаете Последнее Время Когда Я понял Одно Вот Эти Оградки Втыкаются Они В магазинах Продаются И их Все Сторона Покупает Самое Страшное Ладно Там Цветочки Черт бы С ними Будет Процветать Цветочки Или сдохнут Со временем Потому что Я этого не знаю Я не световод А вот эти Вот садят Наверное Смерть Ну повезло Ну яблонька Ну поживет Несколько лет А потом Все равно умрет И я вам Буду доказывать Доказывать Только Попозже Я вот думаю Как случилось Что Людям Вот это нравится Их научили Что Есть такое понятие Как Прествольная Ямка Как-то Ямка для полива А так Знаете Инструкция Так и написано Делаем ямку Для полива Дальше Углубление И в это углубление Саженец садится Потом она еще Вниз проваливается Потому что Яма наполнена Этими Рыхлым материалом Еще провалится Вот И Ямка для полива А если саженец Сразу не погиб Большинство Этих Абрикосов И Груш Умирают сразу Яблони Сливы Дольше Держатся Напоминайте Записывайте Но даже До них Она Сырость Добирается А корней Там нет А человек Который Вот эту Мне фотографию Присыл Так Вот Не помню В какой цели Наверное Отругал Наверное Сказал Срочно Выдерните Это все Неприличные слова Нельзя говорить А приличных У меня не хватает И тогда Получается Что сюда Лей Не лей А корней Ты тут Нет Центральный корень Он уходит На несколько метров У него Другая задача Его нельзя Чтоб туда Достигала Вода Я же помню Как Одна из инструкций Которую я критиковал Вспоминаю Лить до тех пор Пока вода Не проникнет На глубину 5 метров Почему на 5 Почему не на 4 Почему на 5 Ну то есть Человек понимает Так Чтобы сажен Смог напиться А но ему надо Центральный корень Должен пить воду Та Которую Я называю Это мой термин Антифриз Вот Так Антифриз То есть Он Более насыщенный Чем дистиллированная Вода Вода с неба Это дистиллированная Вода Кто не знает Вода с туч Которая проливается Она дистиллированная И вот она то Опасна тем Что Замерзает При любом случае Поэтому Корень центральный Уходит далеко вниз Боковая Вширь Проходит время Лечь сюда Воду лечь Только для того Чтобы Быстрее сгнарило Видите как все просто Вот А таких Очень много Я часто встречаю Это добро Так Пропускаю То что касается Вспоминаем Это мы проходили Посадку семян Я пропускаю Вот Это можно относить И к посадке семян Это семена садились Но сам принцип Посадка На гряды На гряды Это касается Можно было бы Костики посадить А можно на эту же гряду Чтобы Опять же Гниения не было Чтобы вода лишняя скатывалась Туда Вода будет скатываться Туда Где пончики корней Если посадить Одно-двух Летний саженец Вот Так что Вот это Тоже Имейте ввиду Гряда Очень даже полезная Если не гнаить Основание штамба С помощью Вспоминаем С помощью Мульчирования Мульчи Дальше Значит Так Мне надо Сейчас Послушать Ладно Не буду Так Проехали Мимо Проходили 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 Вот Иван Федорович Гражданин Кирилл Это не ваша работа Вот эта фотография Для меня Гениальная фотография Восхищает По-моему Ваш Если нет Найдите тот Кто эту фотографию Представил Ладно Сентральный корень Но Я опять отвлекся Тема Посадка Саженцев Еще раз Если бы даже Вот человек Купил участок И садит Косточки Это значит Злободневно А сейчас Повторюсь Потому что Если мы садим Саженцы На этом участке Вот этот человек Купил вот этот участок И прислал Под график И спросил меня Годится или нет Вот Вопрос Самый главный Здесь Ну Освободиться Дерев На земле Спилили И забыли Но это Опять Отвлекся А главное Это все Таки Годится Участок Или нет Вот Вот ему Надо будет Садиться Если это Утро Я Рассуждаю По тени Если это Утро Значит Вторая полная Дня Тень Переместится Право будет С правой стороны А солнце Будет Бить В этот Самый Солнце Будет Бить Вот В этот В уклон Добавляя Градусов И тепла Ну Мы это Проходили А если Сейчас Вечер То Значит Он ошибся С участком Просто ошибся Потому что Лучи будут Вот так Вот так Скользить Вот Справа Будет Если Это Утро Тогда Лучи будут Бить Слева Направо Это хорошо А если Вечер То справа Налево Ну А дальше Каждый Беряного Участок Уже Разберется Вспомнив Вот эту Вот Эту Почеркту Схема Замечательная Фотография Но она Заставляет Задуматься Я не просто Говорю Если бы я знал Он мне не написал Утрое Или вечер Это дало нам Повод Поговорить Так Вот это Вот И хорошо И плохо Хорошо Знаете Почему Значит Получается Так Что Снег Тает А рано Освобождается Холм От снега Значит Выпревание Практически Включено Ну допустим Даже метр Был Все равно Согласитесь Что Частично Спасены Корневые шейки Они могут быть Все таки Предь Если Длинная И снежная Зима Но все таки Очень Получилась Очень наглядная Картина Но Радоваться Нельзя Почему Раньше Растаяло Раньше Засвело Ой Нельзя смеяться Это смешно Это грустный смех Раньше Засвело И раньше Позаврик попало Вспоминаем Железово Сколько Корзин с яйцами Должно быть Ранние абрикосы Поздние абрикосы Средние абрикосы Вот Летние яблони Осенние яблони Зимние яблони У них Каждого Своё Это Вы знаете Апорт алматинский Я сколько раз Ну все Не сходит Уже все деревья Зеленые Апорт спит Думаю Мертвый Почти через месяц Раз Пошел Пошел И вот они Вот такие яблоки Представляете То есть Индивидуальность Все Каждая корзина Сняется Или Каждое яйцо В отдельной корзине Я надеюсь Я нормально Объяснил Так Ну Посадка Можно сказать Что относится К посадке Вот Но мне это Почему не нравится Ну потому что Там Все таки Гниение Основание штамба Самых нижних сантиметров Все таки Имеется в наличии Хочет Поэкспериментировать С камнями Пожалуйста Посади на холм Здесь непонятно Посади на холм Оставь вместо Сухое Проветренное Вокруг Стамбика Так Так Идем 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 Ну Про это мы говорили Неделю назад Просмотры Врезка Прибавилось Мы очень доволен Это тоже проходили Это не проходили Значит Посадка По железу Всадит Артем Железа То есть Это мой сын Вот Это еще один Мой сын Ну в принципе Тут Нечего Комментировать Сильнейшая Обрезка Видели Посадка на холм Вот это вот Интересно Дайте чем У меня есть В 2016 Году Есть у меня И фотографии Есть фильм Снятый Когда Этот персик Будучи вот здесь Посажен Ломился От персиков И ко мне Приезжал Владислав Кундасев Он же Руководитель Это самое Телевизионной Группы Вот И Снимал Абрикосы Сливы И персик Вот этот Персик Который Согласитесь Что не случайно Получилось Что он неукрытый Прекрасно себя Чувствовал Дошел до Отношения Ломился От фруктов Все это есть Это 1916 год Я запомнил Он до 7 Приезжал 8 лет назад Вот И Есть связь Между тем Что Они аккуратно Вытащили Абсолютно Целые корни Удалось Сохранить Весь ком Ком Был посажен В ямку Такого же Размера Как ведро Никаких Огромных Ям Никаких Ничего Но Возвращение В виде холма Вот То есть Я не болтаю Если я Вот так Показал Эту фотографию И говорю Делайте Как мы Значит Я за базар Отвечаю За разговор Отвечаю Посадка Саженса Я На этой фотографии Уже Останавливался Не так давно Может года Два назад Надеюсь Есть новички Посмотрите Я В Абакане В Абакане Есть магазин Кажется Называется Садовод Вот И там Саженсы Прямо Стоят Эти Селажи И там Саженсы Саженсы Причем Якобы Барнаульские Якобы Института Элисовенко Но доказательств Этого не было Вот Но дело в чем Она Продавщица Я там Филь снимал Но я его сейчас И сам не найду И название Не помню Но я зашел К ней Вот Мне Были очень грустные Моменты В жизни Я работал Не работал А просто возил Очень больного Человека В Абакане Возил 60 раз И в свободное Время Я шатался По Абакан Я лишний раз Убедился Что сработала Страшная Эпидемия Потому что На рынках Торговали Только Ронятками Полукультурками Шикарные Яблоки Исчезли А они были Вот То что я видел Там видел Зато пою Один мужик Продавал Узбекские Саженсы Может Тазирские Или узбекские Тазирские И вот Надо было Конечно Пытать Наручники Камеру Вот Совать Чего-нибудь Там Куда-нибудь Под ногти Почему Долго он не убежал А я же вижу Что они калиброванные Долго убежал Что это место Потом Потом выяснилось Он понятия не имеет Где эта местность Откуда он взял Тогда он уже признался Что они И ведь что интересно Ведь дожили мы До таких времен Ребята Мы Сибиряки Вышли на такое место Что теперь Железовские Саженцы продают Железовские плоды Продают Якобы Там же Баканов Вот И мы дожили до того Что теперь Продатковая Среди Самые Плоды Красивые Абрикосы Крупные Они Конечно Уступают Тем Что самый первый Показывал Но они зато были Настолько ровненькие Что я сразу догадался Это не наши Наши не так Наши Крупные Средние Все в одну кучу Вот Я мужика Заставил раскрыться И Восгордился тем Что вот видите Теперь Они вынуждены Обманывать Говоря А это Сибирские А раньше И тогда Дама Которая Она устала Я начал Расспрашивать Это Она Дает мне Журнал И говорит Здесь все есть И отвращивает меня Я до нее был Никто То есть Просто человек Зашел Поторговаться На счет Сараса Я открываю Журнал И вижу Вот это Видите Вот это Я вижу Тут даже Есть Про сомнительные Покупки А так Она не смогла Доказать Что Вы понимаете Ну хоть что-то Хоть какую-нибудь Бумажку Вшивенькую Что это Действительно Ведь институт Имени Лисовенко Барнаут Она говорит Ни одной бумажки А как так И вот Когда я Открыл Этот журнал Она Отдает его Всем Чтобы от нее Отстали Почему Каждый второй А может Каждый первый Говорит А теперь Подскажите К ней Продавщица Она же Извините Раз вот такое Показывает Значит Тогда Получается Она сама Ничего не знает Знаете В журнале Написано Я тогда Взял И сфотографировал Вот это Вот Чтобы вы Видели Когда человек Берет И 50 Или 40 Веток Отрезает Теперь Здесь Придет зима А как Здесь раствор Будет подниматься Тот самый Подниматься Рано 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 До высоты Ребята Высокенькие До высоты Почти 2 метра Чем Они думали Ведь Потом Он умрет А продолжения То нет У меня То чем Хорошо С моей Эти Что я Каждый год Подложение Делал Я сделал Прививки На следующий год Показал Еще год Показал С плодами Вы заметили Какая тенденция А здесь Они Потом Выкинут его Когда он сдохнет И все А в яме Много чего Видите За его спиной Посмотрели Вот так Я прокомментировал Тут еще Знаете Что было Тут была И зимняя Эта Самая И обрезка Все тут Нагородили Но это уже Другая история Так Вот Эта фотография Мне прислали Вот Видите Делали Посадку Пожелезового Ну Погаше Погаше Вот Холмик Саженец Стрелка Сын Манджурса Да А у меня Вот это Ненавижу Вот эти Вот покрышки А вы знаете Я Это Самое Как увижу Их У меня Сразу Давление Скачет А они Город До сих пор Все в покрышках В этих покрышках И сейчас Стоят Мертвые Посаженные 10-20 лет назад Саженцы Они до сих пор Стоят в покрышках А люди Взглядом Проходят Никто этого не видит Просто не видят Лет 30 назад 35 лет назад Когда Опубликована Была статья В этом 3 миллиона Человек Подписчиков В писательном Хозяйстве Это статья Садите В покрышки Сами Ничего Не понимали И Дали Автору Такой Простор Для фантазии Надо Не просто Посадить В покрышки Где он Начинает С первого Момента Гнить Надо Ее Покрасить Красиво Гнило Вот Я поэтому И вот Одобряю Те Которые Посадили По железу Но Будем считать Что по крышке Он просто Не успел Резиновый Не успел Забрать Вот так Я по другому Не умею Рассказывать Проходим Мимо 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 Нет Я совсем Забыл Сказать По-моему А это Очень важно Вот здесь Будет Очень длинный Тонкий Штамп Почему Запомните Раз Навсегда Если Вы Садите В любой Таре Ну здесь Маленький Там Из-под Майонеза Что-то Вот Всегда Заполняйте Доверху И даже С небольшим С небольшим Этим Холмиком Сверху Почему Всегда Хотя Вроде бы Прозрачные Бока Прозрачные И через них Вроде Свет Проходит Все равно Не хватает Свету И Штамп Тянется Вверх 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 И потом Когда Он вытянется До конца Это кажется Персик Вытянут До конца Получается Уродливый Длинный Неестественный Штамп Поняли А Прежде чем Садить Этот Персик Эта Самая Емкость Должна быть Полная И еще Где-то Вам покажу Будет встречаться Мы будем Говорить про Посадку Саженса Но Еще По пути Найдем Еще Где Я подтвержду Что ни в коем случае Нельзя Садить Полупустые Емкости Это Сразу Уроды Растим Сразу Так Проходили 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 Заметьте Все в один день Снято Одни Спят Другие Полу Спят А третий Видите А третий Уже Не только Садить Пора Это все В один день Снято Было И оказывается Что Третий Четвертый Уже Даже Перезрели То есть Их Чуть Чуть Не Поздно Высаживать Высаживать Надо И тут же Рядом Все Спит И Еще Одно Но не успевало Все рассказать Неделю назад Вы понимаете Вот так Вот спят Как Получилось Что Кто Людям Сказал Ну не я Клянусь Богом Не От меня Уже Тысячи Узнали Но Миллионы От меня Не могли Узнать Если Люди Старфицируют Учу Не только Я То Им Предлагается Ждать До упора Вот Прошел Март Некоторые Всходят Апрель Уже Может Половина Взойти Вот Допустим Почти Все Взойти А вот Она Сходит И все И тогда Им Предлагается Весь Март Апрель Глядишь Одна Две Взойдет Май Или Еще Одна Взойдет Июнь Июль Держат А потом Знаете Что мне В августе Говорят А вы знаете Еще парочка Взошла Мне их Садить В августе Заметь До зимы Сколько осталось Вызреть Вот И тогда Я говорю А почему Вы Не посадили Спящего Пришел Апрель Апрель Средняя цифра На юге Может быть Март Где-то На северах Может быть Май Вот Серединка России Апрель И тогда Родоность Посадил А их уже Можно посадить На постоянное место Шансов Что Дойдет До Площения Очень высокие А остальные Вот такие Школку Погуще Как помидоры Как помидоры С такими Расстояниями Они Тоже Должны Взойти Уже Где Уже Если Все Нормально Ну Не хватило Им Времени Но Они Взойдут Уже В поле Прогретым Солнышком Нет Человек Раз Не Всходит Ждет Все Лето Вот Это Мне Так Обидно А ведь Они же Мои Грабят Таким Обратом Видите Парочка Взошло Сигнал Садите Ну Ничего Что Я Возвращаюсь К тем С Вот Пожалуйста Не прошло Ни одного И Помните Я говорил Некоторые Садят Думая Что Это Росток Садят Этим Самым Корнем Вверх Теперь Поняли Для чего Нужны Вебинары Поняли Почему Нужно Помогать Соседям Звать На Вебинар Подсказывать Входить Другому Гости На Чай И Говорить 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 Мне Одному Не Справиться Вот Крутоватый Халвой Да Вот Человек Посадил Халвой Крутоватый Но Потом Я Ниже Покажу Как Я Их Делаю Пологими То Есть Я Их Обсыпаю И Когда Оно Есть Я Обсыпаю Раз На всю Жизнь Вокруг Отступив Метр Делаю Делаю Более Пологим Хом За счет Того Что Я Вокруг Сыпаю Перегной Там Он Не Мешает Первые Годы Он Вообще Не Участвует В Процессе А К Моменту Проотношения Он Вступает В Процесс Перегной Рассыпанный Толстым Слоем Вот Помните Как По Украински Сникерс Кусок Сала И Толстый Толстый Слой Шоколада Так Вот Здесь Крутоватый Холм И Толстый Толстый Слой Перегной Вокруг Это Фотографию Тоже Много Лет Каждый год У меня Вот Такая Картина Вот Ну Сказать Что У меня Хорошо Покупать Нельзя Брат Не запретил Плакаться И предлагать Сказал Что Это И так Людей Отпугиваем Говорит Только По делу Так Что Я Вам Этого Не Говорил Вот Пусть Сидят Три года Это Точно Не Портится А Там Видно Будет Вот Это Проходили А вот Это Саженец Здесь Было Хитро Сделано Вот Человеку Надо Было Не Просто Сделать Вот Смотрите Ни О Каком Перегной Речи Не Идет Согласны Со мной А Перегной Речи Не Идет Я Потом Я Специально Делал Фотографии И Уже Не На Этом Вебинаре А На Следующем Покажу В каком Виде Сейчас Мой Сад Тоже Толстый Толстый Слой Но Уже Это Не Шоколада А Толстый Слой Опавших Листья Вот Падает Прям На Дерн А Здесь Чего Добивался Человек У него Там Червей Нет Ведь Он Их Все Уничтожил Согласитесь Что Он Уничтожил Он Сделал Зачем Он Мне Фотографию Присыл Я Не Знаю Может Считал Что Я Ему Еще Похвалю И Побелил А Может И Покрасил Это Очень Плохо Долго Не Живут А Самое Интересное Что Он Удрился Сажая Он Потом Может Сказать Да Это Только На Пока Посадил Так Сделал Временно Чашу Чтобы Туда Попадала Вода Чтобы Привало А Потом Он Приживется По Моему Так И Было А Потом Он Может Взять И Разровнять Убрать Вот Эти Вот Вот Эти Вот Форму Такую И Сделать Действительно Как Разгладить Получить Холм Ну Когда Нет Дерна Мне Это Так А Ведь Кто Мешал Сажая Этот Саженец Вокруг Дерна Ну Зачем Личная Работа Перекопка Бочев Совсем Непонятно Ведь Я Ругаться Могу Персик Какой Дерзый Персик Да И Это Самое Вот И Все Правильно Сделано Вот Семя Двое Снаружи А там Кольщок Прошел Вниз Ну Долгая Жизнь Обеспечена Даже В России Есть же Хорошие Примеры Когда Семьцы Железа Семьцы Вот Саженец Саженец Персика Тысяча Рублей Десять Косочек Персиков По 100 Рублей Значит Еще Две Тысячи Так Посылки Подорожали Вроде бы Отдельно Будет Разговор Про Посылки Ну Докинем Рублей 600 Итого Две 600 Тут же Деньги Пришли Вот И теперь Мне надо Завтра Ехать Выкапывать Этот Персик Вот Единственное Мое Отличие От Большинства Персиков Что они Абсолютно Здоровы Понятие Кутерявости Я знаю Только Из Литературы Из этих Роликов Где Усят Уничтожать Кутерявость С помощью Устраняй С помощью Ядохимиката А я Не Не Устраняю И Нет Нечего Устранять Все Здоровое Вот А это Пример Если Это Моя Косочка Наверное Моя Причем А зачем Ты Мне Фотерапию Тут Неслали Вот У человека Что Будет Что Будет Интересно Да Все Они Были Посажены Под Землю Все Вылезли Вот Ну Разные Но Я Успел Отругать Этого Чего Ну Нельзя Все Это Растить В тепле Вот Ну Нельзя Но Только Вот Только Проклюнулся Вот Так А На Улице У Я Возможно Этот Сам Снег А Может Солнышко Светит Может Уже Давно Пора Высадить А тем Более Стаканчики Переющие Эти Торфюны Ну Нельзя Так Некоторые Держат До Ветра Растят Думают Как Комнатные Растения Так Это Моя Особость Фотография Это Посадка Кусочки Но Давайте Чтоб Я Потом Не Возвращался Еще Одну Тратить На Посадку Семен Оно Имеет Отношение И к Семенам И к Саженцам Потом Когда Мы Перейдем Второй Час Это Мы Будем Говорить О Посадке Значит Один Товарищ Прислал Мне Фотографию Он Убедил Второго Товарища Или Товарищ Кур То есть Даму Убедил Раскопать Грушу Потому Что Груша Явно Умирала И Когда Раскопал Там Боже Что там По Земле Было А Это Потом Нижняя Фотографию Покажу А Не успею Этой Другой Покажу А пока Пусть Это Будет Посадка Куцочки Но Разницы Нет Еще Раз Напоминаю Валерий Константинович Все Замечательно Кстати Заметит Не заполнили Стаканчики Не заполнили Вот Это Самое А Нет Все было Не так Не так Не так Сейчас А Валерий Константинович Успех полный Растут В стаканчиках Я без всякой задней мысли Даже думаю Ну и что Растет Растет Ну Всякий Суть Раскопайте Вы же Садили Заглубляли Заглубляла Ну вот Раскопала На свою голову Получила Это уже все Мертвое Ну вы сами видите Это все Мертвое Вот Все уже Сгнило Раскопало Насыщенное 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 почву Вы видите Ну налила Воды и налила Она почти в воде стоит То есть все было сделано для того Чтобы с одной стороны Загубить А с другой стороны Чтобы спасти Тысячи Тысячи Десятки Сотни тысяч Когда-то Мои Особые Фотографии Вот такие вот Войдут Во все учебники Это одна из первых Благодарю Даму Я надеюсь Вот сейчас бы Знал бы Кто Да это я Вот вам сотни Подарок Косочек Садите Потому что Я это Вашу беду Использую Для общего блага Ну Так Вот посадка Да Посадка Посадка Сейчас Как-то они Тут у меня прыгают В общем Это Под Красноярском Это один из Анастасиевцев Садил По железу Ну Знаете Когда Голое поле Вы согласны Что здесь Ветер гуляет Понятно Вот Я в общем-то Что-то Ему продавал Все было готово Может продавал Саденцем Еще лет 6-8 Назад Я сам Продавал Может Косточки Вот он Улыбается Это Анастасиевец Чистый Стопроцветный Вот У них Все Нипочем У них Все Нужно Получаться Черта Анастасиевец Анастасийское Движение Если Умерло Сейчас Не все Знают Что такое Слово Анастасиевец И кто Такая Анастасия И кто Такой Макаре Талантливый Этот Самый Самый Анастасиевец Как вы поняли Допустим Пять рядов Петроломная Полоса Пять рядов Петроломная И плюс Полностью Вот И В ближайшее время Если вот так вот будет Он просто не сгорится Потому что Противопожарные Эти самые Не сделаны Противопожарные Бородые 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 Идем дальше Ну я Угод службу Видите Так Проходили Пересадка Дело в том Что Эта Фотография Очень кстати Значит Сегодня Или в человеческом Или сегодня Утром Был звонок Значит Так Как мне быть Я вырастил Ваши Он сказал Кажется Тридцать Или это Сказал Другой Тридцать Но Это не так важно Значит Мальчурских Абрикосов Саренцев Я их собрался Прививать Значит Я для этого Значит Спрашивал совета Или Я сейчас Пересажу А весной Привью Вот Кстати Этот способ Применяется Человек железа Но Он Вот И не Это У него Не гибнет Вот Вот А Значит Второй вариант Значит Это Я сейчас Дождусь Весны Так Дождусь Весны Видите Вот Этот второй вариант Я Привью Пока Еще Они Целенькие Здоровенькие Непересаженные Значит Максимально Здоровье И И Как Только От Иташ Я говорю Как Только У вас Пойдет Зеленые Почки Вот Тогда И Пересаживайте Значит Теперь Как Вылезти Из этого Противоречия Сергей Делает Так А я Усю Так При Массовых Посадках Когда Время Сжато Все Сжато Вот Знаете Когда Слезет Сек С крана 12 часов От работы Едет Деревна Так Вот Значит Массовых Посадках Лучший Вариант Осенью Посадил Весной Привил Фотографии Еще будут Нежные Вариант Для Одиночек Вот таких Вот Этот Товарищ А у него Всего 30 Дождались Весны Они Абсолютно Здоровые Раз Никто Не Подходил С лопатой Пересаженный Это Уже Калека Привил Дождался Когда Максимальные Всходы Ведь Нетронутые Саженцы Лучше Придживутся А тогда Уже Когда Почки Лопнули Пошли В рост Вот Тогда Допустим Привил В мае Пересадил Вот Причем Бутылки Вот Они Видите Вот Бутылки Сразу И после Пересадки Все еще Бутылки Допустим Там Три недели Под бутылками Пересадил Еще Пару Недель Вот Так Я Объясняю Видите Какой Двойной Подход У меня Этот Я сейчас Вспомнил Потом Опять Вспомнил Вот Здесь Во дворе У меня Подземный Гараж Я только Ближе У меня Нет таких Денег Чтобы Купить Подземный Гараж И Садиться В теплую Машину В январе Месяца Вот Я позволить Не могу Значит Я Здороваюсь На всякий Случай Всегда Когда Мужики 60-70 лет Я всегда Здороваюсь Подряд Со всеми Может Потому Что Меня Они Все Знают Или Знали Вот И вдруг Он Мне Вчера Заговорил Жена Его Конспектирует Зелезов Да Вот Он Значит Сослался На книгу Я так Удивился Где Когда Я книгу Продавал Ему А Ну Тут Защитина Продавала Мои Книги Ладно И Тогда Вдруг Он Говорит А Жена В книге Вы Вычитала Вот И Давай Меня Пытать Что Значит Обрезать Деревья Не Обрезать Обрезать До Посадки Обрезать После Посадки Вот Это Да Боже Мой А Я Все Ворчу Что У меня Никто Не Читает Ладно Идем Дальше Вот Видите Это Засаженец Да Как Посажен Значит Для Чего Тут Сидит Он Был Выкопан Привитый Дождались Когда Почки Зазеленели И Посадили Себе Вот Второй Случай Помните Там Два Моих Сына Садили Себе 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 Это Называется Подравнивание Знаете Корням Так Важно Чтоб Они Были Все С виду Одинаковые Вот Делают Искусство Стамб Режут 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 А потом Садят А потом Никогда Не увидим Я уже Вижу Что Он Калека Вот А Здесь Пожалуйста Каждый Год Я Срежение Идем Вернулась Вернулась Весна Нет Вернулась Зима Это Где-то В мае Но Ничего Страшного Вот Смерти Не наблюдалось Так Мой Лап Совет Клевайте Накрывайте Этот Совет Идет От Меня И Ни В одном Больше Издании Ни В одном Учебнике Ни В одной Статье Ни В одном Фильме Вы Не Увидите Эти Бутылок Накрывать Плевит Я сажу А там Идет День За Два А потом Ой Сажен Зимой В Эстонии Простули А чего Простулся Им Не Хватает Лета Ни Сибирского Ни Даже Среднеевропейского А это Снята Бутылка Видите Бутылку Сняли А под Ней Весна Вот Она Смотрите Вокруг Зима А внутри Уже Опережение Идет Солидное Вот Это Интересная Тема Знаете Почему Сейчас Уже Сколько Времени Прошло Уже Обечное Время Давайте Будем Тогда Так И Продолжать Такими 40 минут По 50 Сейчас Последний Сюжет Расскажу Случилось Одно Чудо Я У меня Избирательная Память Я Не помню Большинство Фамилии Адресов Телефонов Ничего Не помню А я Здесь Помню Александр Божжалин Это Его Абаканский Дом Это Абаканский Огород Вот Запомнил На всю Жизнь Почему Результат Был Поразительный Это Был Триумф Мой Триумф Мой Потому Что Он Все Делал Как Я Сказал Почти Все И так Я Привил Можорский Абрикос Не Привился Я Привил Второй Раз На второй Год Не Привился На третий Год Он Мертвый Осаженности Больше И Больше И Наконец После того Когда он Третий Год Не Привился На Четый Год Я Его Продал И Я Скажу За Сколько На 400 Рублей Почему Я ему Так Сказал Год За 100 Кот Он У меня Рос С С 100 Рублей Два Года Рос 200 Рублей 3 300 На Четый Год Я Ему Продал Он Его Посадил Естественно Не Обрезал Вот И Он У него Вырос Вот Таким Я Ему Сказал Садить На Холм В Абакане Осень Мало Снега Считайте Его И Нет Единственное Что Потом Я Ещё Пожурил Не Ругал Пожурил Просто Чтобы Эту Опалубку Убрал Перебор Это Не Нужна Яму Не Получилось Но Всё Таки Ну Всё Таки Яму Не Получилось Но Всё Таки Это Уже Не Так Ярко Выраженный Холм И Дальше Были Чудеса Я Сейчас Показать Не Могу Вот У Меня Это Есть Я Примерно На 5 Вебинаров Перёд Набрал Материал Это То 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 Так Вот Значит Как Ни Покажу Вы Ахнете У него Вместо Три Попытки Превать Балача Наверное Амуром Возможно Королевским Возможно Серафимом Ну В те Годы Это Был мой Стандартный Набор Амур Серафим Королевский Бай Вот Вот Даже Академик Вот Позже Появился И Вот Этот Набор Гены Оказались В нём Он Мне Присылает Это Через Пару Лет Вот Заметьте Это Сеянец Фотография Это Прекрестные Плоды И Самое Интересное Вылитые Амуры Вылитые Носики Мед Что Было Дальше Проходит Несколько Лет Он Ко Мне Приезжает Рассказывает Дикой Историю Сейчас Скажу Какой Район Самый Дит Глуш Он Уехал Вместе С этими Косочками Сейчас Скажу На Кара 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 Кто-то Может Даже Подскажет Потому Что Это Юг Карасанского Края Но Это Такой Юг Где Климат Гораздо Жестче Моего Юг Тем более Абакан Абакан За себя Греть И Он Там Развел Питомник Большой Сад И Сад Продавал И Он Сидит У меня На Кухне Целый Фильм Это Надо Было Видеть Ну Пожалуйста Так Он Стеснялся А Блана Не Блана Потому Человек Не Может Так Притворяться И Сразу С Отрицательную Нет И Вот Он Так Рассказывает Рассказывает Как Он Эта Успеха Добился А Началось С Чего С Трехлетнего Четырехлетнего Маджурского Абрикоса Который Питал Себя И У него Потом Пошли Урожаи У него Пошло Все А Чего Ему Сделается Как Район Тай Ну Некурагинский А где-то Еще Лучше Вот Это Я Рассказываю Почти Как Сказку Но Это Не Сказка Это Быть Вот Молча 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 Вот Он Приехал Рассказал Я В шоке Не Замерзает Урожаи Все Потому Что Он Питал Себя Культурное Качество Гены Культурные Но Остался Манджурсом Плоды Крупные Средние Красота Какая Урожаи Какие Вот Так Вот Что Посмотрели Вы Границ Назад Вот Эта Посадка По Хелезу Если Убрать Опаловку Так Холмик Все Если Вот Это Вот Я Специально Попросил О Крупный План Как Как Может Сгнить Еще Раз Несколько Дней Назад История Крайне Неприятная Я даже Пообещал Не Рассказать На Это Вот Сейчас Ой Нет У меня Сильно Много Приходит Писем Я Теперь Его Писмо Могу Найти Но Это Надо Отключиться На 10 Минут Так Вот Что Там Написано Все Примерно Три День Назад Вы Превеличиваете Там Про Эти Абрикосы У меня Из 50 Выход Один И Никакие Они Не Морозостойкие Ответ Твой Стандартный Не Вижу Где Они Эти Абрикосы Он Когда Садил Не Закопал Я Вот По Этому Принципу Помните Вы Только Смотрели Не Не Так Он Закопал Вот Некоречивая У них Значит Где Грунтовой Воды Потом В общем У него Один Выжил И он Меня В этом Практически Обвинил Что Я Превеличил Их Достоинство Но Александр Мажерин Вот Чей Вот Это Это Живой Человек Живая И фильм Где Он Все Это Рассказывает И Еще Если Он Все Это Придумал Его Вамхат Брать На Главную Отрицательную Роль Все Я Заканчиваю Эту Тему Во всякий Случай Ну Еще Видите Как Убивает Обликос Вот Скажите Мне На Милость Человек Присылает Фотографию Ждет Одобрения Понятно Здесь Меньше Ветер Но Уже Тень Вы Видите Что Он Уже Гниет Даже Сейчас Я Опытным Граном Разгляду Что Он Уже Листья Уже Где-то По Краям Уже Чем-то Сожрано Ну Разве Можно Так А Потом Смотрите На Дальний План А он Еще Одно Приготовлено Зачем Почему За Что Ну Все Пока Значит Я Сюда Выхожу Так Мы Разговаривали Почти Сейчас